Я за то, чтобы государство было эффективным, прогрессивным и адекватно реагирующим на потребности своих граждан, чтобы оно обслуживало граждан. Это классика нормального, адекватного подхода. То, что происходило на протяжении последнего полугода, это яркое пренебрежение от нормальной реакции, которая должна была последовать на любой из вызовов. То есть коронавирус, его сначала не было, потом люди сами умирали. В итоге, в общем-то, общество спасало себя само. Я не готов работать в команде, как бы она ни называлась, которая отрицает, либо минимизирует те, к сожалению, прискорбные факты, которые имели место после выборов. Убийства, пытки, это все, скажем так, можно спорить, там было 450 или 200 человек, или 1000. Но даже, условно говоря, один, пострадавший таким образом, это недопустимо в 21 веке, я считаю, для государства, которое претендует на то, что оно называется европейским государством. Многие люди, которые сейчас работают на государстве, которые так или иначе на госслужбе, либо около этого, многим из них придется либо себя поменять, либо уйти. То есть, если допускать какой-то сценарий, там, не знаю, углубленной интеграции с Российской Федерацией, либо движения в сторону развития союзного государства, повышения роли наднациональных структур, то опять-таки, скажем так, я четко уверен, что небелорусская номенклатура будет востребована и, в первую очередь, там трудоустроена. Я не сильно вижу перспектив для большинства людей, которые сейчас работают в системе государственных служб, потому что они за долгие годы привыкли вести бизнес as usual. Время поменялось, общество поменялось, нужно быть гибче, нужно быть умнее, нужно быть большим, более квалифицированным менеджером, чем просто классическим начальником, который раздает какие-то поручения и кнутом требует их беспрекословного и бездумного выполнения. Продолжение следует...